Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу, во сколько вам обойдется месяц жизни в Польше. Смотрите, есть два варианта развития событий. Один, если вы едете семейной парой, и второй, если вы едете один. У меня первый вариант. И нам с девушкой на месяц на еду уходит примерно тысячу злотых. Это с учетом похода как минимум два раза в месяц в KFC или McDonald's. По-любому мы выпьем какого-то пива вкусного на выходные, но без этого никак. И, конечно же, мы не курим. Сигареты здесь стоят реально нормальных денег, не как в Украине. Здесь за сигареты нужно работать один час за пачку сигарет. Это если вы получаете минималку 14 злотых. По еде мы себе стараемся ни в чем не отказывать, в пределах разумного, конечно же. Ну и получалось купить некоторые вещички на распродажах. Все это входит в сумму тысячу злотых на двоих. То есть мы по 500 злотых скидываемся и живем на эти деньги. Все остальное можно отложить. Вы можете попробовать вложиться и в 600 злотых на двоих. Но дело ваше. Если вы сможете протянуть все это время на картошке и крупах, наверное, даже без мяса, после 12-часового рабочего дня. Я даже не знаю, стоит ли вообще здесь так мучиться. Друзья, обязательно отпишите в комментарии, сколько у вас уходит денег на проживание за месяц. И живете вы парой или один. Мне кажется, если сюда приехать одному, то на еду уйдет в месяц намного больше, чем у двоих. Потому что вам придется готовить самому, а готовить постоянно лень, постоянно не хочется перед работой готовить или после работы. И мы покупаем быстрые какие-то перекусы, которые стоят намного больше, чем вы потратите при готовке еды дома. Все зависит от того, с какой целью вы приехали. Если вы хотите прям максимально все откладывать, ужимать себя в еде, экономить на транспорте, ходить пешком, я не знаю, ездить на бесплатном автобусе, который просто приезжает намного раньше и вам приходится сидеть на работе или приезжает намного позже домой, вы можете себя так мучить. Если вы приехали поработать и нормально пожить, то вам придется, конечно, тратить на еду больше денег. Еще есть огромная разница, где вы будете жить, в большом городе где-то в центре или в маленькой деревеньке. Конечно же, в деревеньке у вас на еду будет уходить меньше денег. Также не забываем, что здесь есть базары, на каких все чуть-чуть дешевле, чем в магазинах. Итак, подведем итоги. Нам для комфортного проживания семейной парой в городе Зеленая Гура достаточно просто с человека по 500 злотых в месяц. Сколько нужно вам? Пишите, пожалуйста, в комментарии. Друзья, спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал. Для вас это просто пустяк, а для меня, ну, очень приятно. Всем пока!